Всем привет! Микрофон на Даниил Добро, канал Mr.PK. В этом видео я расскажу про несколько нейросетей. Первая нейросеть это у нас от Adobe. Здесь у нас повышение качества звука. Это оригинал с шумами, соответственно без шумов. Ну и разумеется моя запись с большим количеством шумов. Чем прежде. Дом построить, чешить одежду и послать. Примерно в таком качестве можно найти огромное количество видео на YouTube. А теперь мы попробуем их улучшить с помощью данной нейросети. И посмотреть что из этого получится. Так, почему не работаешь? Слать ракету к звездам. Ну, в общем, почему-то оно сломалось. Ну-ка, давайте-ка попробуем скачать. В общем, какая-то ошибка. Он, видимо, удалил данные. Ведется заново все создавать. Нажимаем. То есть все открывается и генерируется. Еще раз посмотрим, что из этого получится. Следующая нейросеть. Это у нас от Яндекс. Бала-бола. Она генерирует тексты. Например, мы пишем «Конец света». Однажды вечером в дверь моего дома позвонили. На пороге его видео не знакомится. Он сказал, что его зовут Джон Смит. Он представился моим соседом, которого я никогда раньше не видел. Он спросил, не возражаю ли я против того, чтобы он переночевал у меня дома. Джон был одет в черный плащ, его глаза были скрыты под темными очками, а на лице выделился огромный рот. Он был очень худым и бледным. Когда я спросил его, где он живет, Джон ответил, что живет здесь, в моем доме. Давайте попробуем скейлировать, например, рецепт. «Конец света, если вам не страшен конец света, и вы в него верите, то вы можете смело готовить этот рецепт. Сварите макароны, добавьте в них колбасу, кетчуп, майонез и все, что вы считаете нужным. Все это можно есть руками». Хорошо. Даже немножко прикольно звучит. Кстати, давайте-ка мы этот текст, по-моему, как-то можно озвучить. Нет. Яндекс нам не дает его озвучить. Так, тут есть еще такая возможность у Яндекса озвучивать тексты. Но, видимо, это не про этот сайт. Жаль, но ладно. В общем, нейросети могут создавать тексты, причем вполне достаточно смысленно. Народные мудрости создадим, посмотрим. «Конец света» — это когда счастье кончается. «Конец света» — один, а счастье — много. «Конец света» — настанет, когда кончится счастье. «Конец света» — это когда счастье кончается. «Конец света» — это когда не хочется идти на учебу, а надо. Вот это действительно очень похоже на конец света. «Конец света» — событие, которое происходит в конце света. «Конец света» — это когда больше не нужно есть, пить, спать, дышать, болеть, влюбляться, путешествовать, работать, зарабатывать, учиться, ходить в магазин, делать зарядку, смотреть телевизор, читать книги, играть в компьютерные игры, ездить на машине, летать на самолете, строить карьеру, заниматься. Ну, в общем, все тут очень интересно. «Ну-ка, вот это что?» «Конец света» — в результате глобального потепления, повышения уровня океана. Люди вынуждены переселиться в подземные города. Их новый дом — это огромный бункер, находящийся глубоко под землей. На поверхности они в их ходят только, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды. В общем, как мы видим, получаются достаточно смыслные тексты у данной нейросети. Какие еще есть у нас нейросети? Следующая нейросеть позволит нам создавать новости. Буквально в несколько кликов нужно только написать текст. Вот я это и сделал. В общем, что я тут создал? Расположены ОС в порядке похожести на Chrome OS. Главный плюс — это легкость ОС и возможность запуска Android-приложений. Но не все поддерживают последние. Это вот мой текст. Можно, как я понял, менять персонажей. Для дикторов. Мужские, женские. Анимационные персонажи. Послушаем примеры. Примеры. Всем привет! С вами Матильда. И сегодня у нас на обзорном столе новая приставка Сбербокс Топ от компании Сбер. Внешний вид девайса очень крутой. Видно, что дизайнер... Ну, как-то так. И на английском, и на русском. В общем, это нейросеть Виспер от Сбер. И еще есть у нас нейронки. Следующая нейронка у нас вот тоже от Сбер. Всякая... Ну, в общем, картинки генерирует. Фантастика, например. Это у нас он распознал как GP, как GD. И выглядит это как-то так. Если честно, вот эти вот сгенерированные картинки нейросетью очень похожи типа на сон, что-нибудь такое вот непонятное. И в то же время вроде бы компьютер с чашкой кофе. Так, и на выстребака и чашка кофе. Так эта картина называется. Или тут у нас я по-млески вбил ведок, то есть собака свиминг в реке, в общем. Да, нигде что-то похожего на собаку я не вижу. Так тут что-то похоже на собаку. Там еще были интересные фотографии выше. Например, вот кошек генерирует таким вот образом. Это что такое? Это что такое? В общем, много всего генерирует нейросеть. но далеко от идеала. Конечно, есть более вроде удачной нейросети, которая лучше генерирует изображение. Следующая нейросеть у нас от Яндекса. Это Алиса переозвучивает видео, чтобы мы могли смотреть с озвучкой зарубежный контент. Я написал эту запись в дневнике в 2013 году. В моем теле постоянное ощущение напряжения. Я люблю служение католического священника. Тут на самом деле многоголосая озвучка, то есть женские и мужские голоса. На этом видео подходит к концу. Я создал ссылочку под видео U-Money для поддержания автора канала, то есть меня. Вы можете перейти по ней и пожертвовать какую-нибудь сумму. U-Money это у нас бывшие Яндекс.Деньги. Так, почему-то у нас сломался сайт. В общем, непонятно почему. Ладно, вроде все заработало. Видимо, просто какая-то ошибка. С моей, видимо, стороны. Так что, если вам интересен мой контент, то можете поддержать меня. Ссылка будет в описании. Также я там оставлю ссылки на вот эти вот все нейронки, которые мы сегодня осмотрели, в том числе и бот от Сбера по генерации картинок. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok